МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад вас видеть. Тема на самом деле вечная. Потому что платить, если честно, особенно ежемесячно, не очень хочется. И не все понимают, что взыскание долгов – это реальность. Но вот вы посередине находитесь, между неплательщиками и теми, кто предоставляет коммунальные услуги. Как вы справляетесь с этим? Что вы делаете? Здесь надо немножечко конкретизировать. Не совсем управляющая компания, точнее, не по всем услугам находится посередине. Потому что посередине может находиться, когда является посредником между поставщиком, как вы правильно сказали, коммунальной услуги, но является ведь еще и получателем денежных средств по содержанию и ремонту жилья. Ну, за свои собственные услуги. Да, соответственно, те услуги, которые предоставляет сама управляющая организация, либо ТСН, то есть здесь, в принципе, под управляющей организацией надо понимать, да, то есть любую форму, что называется, любой способ управления. И, естественно, те неплатежи, да, то есть если человек не вовремя оплатил, это дает брешь, скажем так, в бюджете любой организации, неважно, это поставщик коммунальной услуги или это сама управляющая организация, соответственно, не позволяет предприятию осуществлять нормальную работу как таковую, да. То есть эффективно организовывать труд людей, специалистов, рабочих, своевременно выплачивать заработную плату элементарно, да, делать отчисление налогов, опять же, да, в бюджеты различных уровней, закупать соответствующие материалы, потому что закупка материалов, она ведь необходима как для ремонта внутридомовых инженерных сетей, так и сетей наружных, которые вот сейчас в этом году массово ремонтировали. А как можно на собственников жилья в досудебном порядке повлиять? Ну как по-хорошему. Права дорежите, не знаю, там, унитазы затыкаете. По-хорошему, говорят. Да, ну так по-хорошему получается. Это по-хорошему, это досудебный порядок. Это как раз досудебный порядок, да. Нет, ну на самом деле, конечно, здесь стандартно по закону у нас есть право уведомить, да, выставить соответствующую претензию должнику. Есть такой момент, значит, иногда бывает просто пристыдить его, например, напечатать квитанцию красного цвета. Тоже на некоторых должников оказывает влияние, ну такое более психологическое, моральное, да. То есть он вдруг прозрел. Всегда думал, что это как-то вот мимо проходит. Если уж не должник, то должник. Нет, слушайте, оказывает действительно, не на всех, конечно. Те, которые злостные, те, которые не платят, там уже, наверное, только через суд, только через судебный пристав. Многие сейчас вот сидят, ждут тепла в квартирах. В принципе, вот задолженности, которые скапливаются в целом по домам, они влияют на подготовку к отопительному сезону тех работ, которыми занимается именно управляющая компания? Ну, естественно, то, о чем я ранее уже сказала, влияет, это нехватка, опять же, да, средств на то, чтобы оплатить работу, соответствующую, необходимую для выполнения работ по дому при запуске отопления. Вот, и здесь еще такой есть нюанс юридический. Значит, мы, когда управляющая, любая организация, значит, оформляет документы, необходимые заявку на запуск отопления, одним из документов является акт финансовой готовности. То есть теоретически, теоретически организация должна подойти к запуску, к новому отопительному сезону с отсутствием задолженности перед поставщиков коммунальной услуги. Соответственно, ну, не знаю, на моей практике еще ни разу такого не было, чтобы управляющая компания подошла, ну, вот, кроме, допустим, нашей, ну, и то, потому что у нас прямые договоры, у нас поставщик сам выставляет жителям, да? А, то есть когда люди сами заключают, то на вас не... Да, то есть там немножко другая ситуация. Переходит обязанность выбивать долг. Вот, а в целом, если, то есть стандартная схема поставщик-управляющая организация-собственник, то получается, что управляющая компания, отвечая за долги собственников перед поставщиком, может, в принципе, ну, скажем так, получить отказ вообще... То есть сорвать отопительный сезон. И отвечать за это будет управляющая организация. Андрей Владимирович, а вы чем помогаете управляющим компаниям? Мы юридическая компания, которая осуществляет юридическое сопровождение вот деятельности, направленной на взыскание за должности, то есть на финансовое оздоровление предприятия за счет сбора вот наиболее проблемной дебиторки. То есть это в тех случаях, когда сама управляющая компания уже попыталась договориться с неплательщиком, направляла ему и требования, и вот, как сказали, красные квитанции. Ну, тогда ничего не остается, как направлять документы в суд. И у нас достаточно законодатель в последние годы усовершенствовал этот момент, потому что обращения идут через приказное производство, то есть это специальное производство без вызова сторон, когда мировой судья выносит судебный приказ, направляет его должнику. То есть должник даже может и не знать, да, сидит дома? Нет, ему направляется судебный приказ, и у него есть срок для протестования его. С одной стороны, это более такая удобная схема, ну, грубо говоря, например, по вот управлению компанией Рэмп и ЖСК у нас за этот год 700 судебных приказов выдано, предъявлено в службу судебных приставов, да. Но, с другой стороны, это тоже достаточно интересно в том ключе, что вот суды, они несколько завалены этими заявлениями, и период, видите, когда направляется приказ, должники очень часто, это такой асоциальный элемент, который не пойдет получать никакое заказное письмо, и очень часто суд вынужден просто ждать, когда эти приказы вернутся, чтобы, ну, признать их вступившими в законную силу. Ну, и в дальнейшем мы предъявляем эти приказы в службу судебных приставов, и в рамках федерального закона об исполнительном производстве осуществляем представление интереса взыскателя, пытаясь, там, помочь приставу в его уже работе, то есть предоставляя автотранспорт, выезжая как представитель взыскателя вместе с приставами на адрес, производя описи ареста имущества, контролируя, там, получение определенных ответов. И вы знаете, ну, вот удивительно, буквально готовясь к передаче, вот обсуждали здесь моменты. Вот у человека у нас последнее списание было с банка службы судебных приставов, 89 тысяч. Единоразово с карточки? Единоразово с карточки было списано. А вот то есть автоплатежи вот этих волшебных судебных приставов можно, в принципе, схлопотать? Да, да. Нет, ну, здесь, я думаю, речь-то идет о том, что у человека деньги на карте были. Он не платил. Я просто не платил. То есть по какой причине он не платил, это уже другой вопрос. Но ведь здесь еще надо не забывать о том, что нарушая срок оплаты, мы увеличиваем сами себе задолженность. Потому что пенни-то еще никто не отменял. Жилищным кодексом они предусмотрены. И, в принципе, можно посмотреть, что ежемесячно у вас сумма задолженности увеличивается не только плюсуя, да, начисления предыдущих месяцев, но и на сумму пенни, соответственно. Но, как правило, они не подают сведения, то есть у них задолженность еще идет, потому что по нормативу насчитывается, скорее всего. Ну, не обязательно. Нет, то есть они могут подавать сведения и ждать... Они могут подавать сведения, оплачивая, например, один рубль, да, и подать эти сведения, либо подать сведения, как сейчас можно сделать через личный кабинет, да, который есть в различных расчетных центрах. Но платить не собирать. Но платить при этом не оплачивать. То есть тут варианты разные. Юлия Валерьевна, вот насколько целесообразно обращаться к специализированным фирмам по выбиванию долгов. Ну, нет, здесь как раз вот, да, здесь как раз, здесь очень такой нюанс, нет, здесь очень такой серьезный нюанс, потому что передавать долги коллекторским фирмам как раз мы не можем. Значит, при этом у нас, ну, я думаю, что у любой крупной управляющей компании есть сотрудники, которые занимаются вот этой некой, скажем так, первичной обработкой, скажем так, должников, да, ну, так если можно выразиться, да, там, звонками телефонными, претензиями и так далее, там, приглашениями на комиссию, администрации у нас районов проводят для муниципальных квартир, где должники там тоже достаточно серьезные суммы задолжали, то есть их приглашают в администрацию района, там решают эти, пытаются, по крайней мере, решить эти вопросы, вот. Но в юридической фирме, которая специализируется на взыскании задолженности, скажем так, больше опыта, больше практики, да, и они сконцентрированы четко только на работе по взысканию задолженности, и, соответственно, все их усилия направлены четко на это. Вот один момент, вы же деньги берете за свои услуги? Конечно. Вот кто оплачивает, получается, услуги? Должник. Должник, потом на должника. Причем... К нему приплюсовывается еще, к его суду. Конечно, судебные расходы это называется. Судебные расходы, да. Ну и потом вот правильно отметили вопрос, связанный с пенями. Дело в том, что все-таки это очень часто по отношению к телу долга может достигать огромных таких, ну, скажем так, денежных средств. Грубо говоря, если 60 тысяч задолженность, которая держится в течение года, там чуть ли не 12-18 тысяч может оказаться пеней по ней вот за этот период. То есть в связи с этим, ну, безусловно, да, эти какие-то расходы ложатся на управляющую компанию. Но точно так же бы эти все вещи, увеличивая бы и собственный штат, да, управляющая компания могла поделать. То есть в любом случае, если мы создаем какой-то дополнительный отдел на три компании, это несет соответствующие расходы. То есть проще привлекать разово, условно говоря, решать. Да. Плюс какой, вот по крайней мере, ну, я знаю, что большинство договоров строится именно таким образом по взысканию задолженности. Свой процент, скажем так, свое вознаграждение юридическая фирма получает только с тех денег, которые реально поступили на расчет, на счет управляющей организации. Высоко мотивированные у вас получаются сторонние специалисты. Правильно, то есть она ничего не теряет, более того, в последующем эти расходы возмещаются опять же за счет должника, ну, естественно, в судебном порядке, потому что если он должник, добровольно уж, конечно, к сожалению, никто не заплатит. А протестовывают как-то люди? Ну, например, ссылаются на то, что я тут не виноват, расчет неправильно сделан. И как в таких случаях вы поступаете? Бывает, бывает такое, естественно. А вот как вот, если человек считает, ну, многие же вот так, ох, они неправильно считают. Как правильно себя вести? Сначала заплатить, а потом разбираться, что там насчитали, не насчитали. Или сразу пойти сдаться, поговорить с юристом и объяснить, что вот... Можно, здесь я считаю, что можно различные формы применять, потому что здесь уже на усмотрение самого гражданина, потому что он человек может просто прийти и сказать, действительно, я получил квитанцию, и что-то меня здесь смущает, цифра начислена неправильно, написать соответствующее заявление, там, управляющая организация разбирается, если действительно, мало ли вдруг, что-то не так. Вот, или, допустим, показания приборов учета неправильно, человек передал запятую и не туда поставил, да, элементарные вещи. Соответственно, конечно, принимается решение и делается, ему производится перерасчет, сумма задолженности корректируется таким образом. Главное, молча дома не сидеть и бежим, а мы не совершенно копить долги. Да, самое главное. То есть, если у человека какая-то, допустим, жизненная ситуация, да, ну, всякое в наше время бывает, да, и, кстати, очень так, ну, по крайней мере, по моему мнению, доходы граждан очень сильно упали в последнее время, что сказывается, опять же, на платежной дисциплине. Но здесь вот момент такой, то есть добросовестный плательщик, те люди, которые не хотят копить задолженность и не усугублять свое финансовое положение, они всегда придут в управляющую компанию и попытаются договориться о некой расстрочке, реструктуризации долга, да, то есть, чтобы, скажем так, не привести к тому, что придут потом судебные приставы и просто последний день без карточки снимут. Там уже поздно будет. Большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Пришло время передать слово информационной службе событий, а потом встретим в студии информационного шоу лучшего гида России.